Молодёжь, сегодняшний день у нас садится Пап и Сторону. С прошлого столетия у нас садятся Пап и Сторону. Мы решили сегодня провести день памяти комсомолу. Наши комсомолцы прошлого до столетия знают, что это был со Союзом. А вот молодёжь сегодняшняя, те, кто у нас вправо, наверное, очень плотно знают или знают. Но знаете про эту организацию? Союз, коммунистический союз молодёжи. Чтобы начать наше мероприятие, мы начнём его с выносом знамена. Это здание будет сегодня, а на протяжении всего нашего вечера. Российский съезд Союзов рабочей и христианской молодёжи проходил в Москве с 29 октября по 4 ноября 1918 года. Съезд разгласил создание Российского коммунистического союза молодёжи. Целью Союза было распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и христианской молодёжи в активное строительство Советской России. У каждого поколения комсомольцев был свой Днепрогресс, своя Магнитка, свой Сталинград. Страна ставила молодёжи великие цели, давала возможности сделать свой личный вклад в дело строительства социализма и самому увидеть дело своих рук, почувствовать себя победителем. Это рождало величайший энтузиазм. Они были счастливыми людьми. Они каждый день сказку делали мылью и поэтому были непримиримы к роднодушию и стяжательству. Они знали, что прокладывают путь для будущих поколений. Из-за этого страна слагала о них песни. Об этом мы можем сегодня только мечтать. Традиции комсомольцев-вузов стали студенческие строительные отряды. В трудовых семестрах приняли участие миллионы студентов. Подлинно массовыми стали проводимые ЦК БЛКСМ детские и юношеские соревнования. Золотая шайба, кожаный мяч, олимпийская весна, непто и всесоюзная военная спортивная игра «Зальница». На каждом историческом рубеже комсомол выделял из своей среды тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его своими подвигами. Классик отечественной психологии Петр Николаевич Калатинский с 1913 по 1925 годы проводил интересное исследование мировоззрения учащихся. По одной и той же анкете он оброшел сначала выпускников гимназии царской России, а затем советской средней школы. В дореволюционные годы каждый третий указывал, что целей в их жизни нет вообще. В 60-е годы ученые и педагоги повторили исследования по программе Калатинского. Оказалось, что в ответах выпускников школы почти не было пессимистических норм. Современная молодежь словно вернулась в революционные времена. Большинство тех, кому 18-35 лет, скептически оценивают свои перспективы в родном отечестве. Капитализму враждебный коллективизм и подлинное социальное ответственность. Эгоистический индивидуализм – вот идеал личности для этой системы. Ей нужен человек, ведущий безостановочную борьбу за выживание в своем частном мирке, готовый ради этого служить в системе любыми средствами. Именно о такой личности в 1928 году говорил в своей брошюре «Воспитание нового человека» нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Вот его очень точная характеристика. Этот человек, во-первых, необыкновенно обезличен. Индивидуализм заключается здесь в скопидомстве, в ненавистническом отношении конкуренту, ко всякому своему соседу. При индивидуализме такого рода этой среде свойственна колоссальная стадость, преклонение пересуществующей стройки и критическое принятие всяких мод и предрассудок. В большинстве случаев вы видите людей, которые весьма малую долю своего интереса уделяют суммам государства, общеполитическим интересам, общим культурным вопросам. Страшная дробность, страшная узость. Почти никто не думает о том, что же такое мир, что же такое жизнь, что же такое наше время, куда мы идем. Мне посчастливилось работать с теми, кто создавал этот союз рабочих молодежи. Такая известная, как Анна Иосифовна Литвейка. Кто знает героя гражданской войны, кому? Аминь, комсомолец, революционер, ленин, комсомолец, революционер, которого, я знаю, посадили в царскую церковь, жестоко предали. Была секретарем у него, и она выступала вместе с ним в тех боях, которые принимал сам коммун. Он приехал учиться, но вместо учебы его избрали первым секретарем Краснопресенского района. Фамилию его Агаржан. Строили собрание, им представили педагога Клилинс Вертруда Яковлева. Они грызли английский язык, так же, как они штурмовали в 17-м году зимы. Он был приглашен на оком путей сообщения, и его назначили начальником департамента науки, образования и кадров. Всех нас поздравить с днем рождения нашего одного члена президента Александра Ивановича Бочкарева. У них день рождения у комсомола, своя хозяйственная деятельность, издательство «Молодая квартира», газеты «Комсомольская правда». То на место этих ценностей приходит то, что пихиваются в сознание самыми хитроумными способами. И прежде всего, это потребительский дух. Они бесплатно учились не только в школе, но и в институте. В Советском Союзе с этим было понятие уважения к человеку. Я был представлен организацией молодежных организаций СССР. Это такой человек, который является по сути секретным как мансомолом, которого политическая роль была замаскирована вот этим названием общественной организации для того, чтобы могли работать со всеми политическими силами мира. Музыка 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 Я работал в качестве освобожденного московского права. В качестве московского выборки. Московский начинался очень энергично, очень бурно. Гражданская война, после революционной строительства, борьба с безоргостью, героические стройки, потом война оцелена и разведение нового города. Но к 70-м, 80-м году. Открывал Московский, отводил практически всю советскую молодежь. Неправильный московский покат являет негодяя. Когда нет противоположностей, тогда нет развития. Когда все думают одинаково, и все идут одинаковые диалоги, исчезает борьба, несколько бороться. Хорошая борется с еще более лучшим. И поэтому наступает скука. И вот в этот период я застал московского. Мы провожаем владежь на московский стройку. Последнее гигантское дело, это было строительство Байкала, русского регистрали. И они создали там города, и это счастливое идут. В Туркбинестане, в самом деле, очень много. Сложно по-прежнему оставалось, даже в 50-е годы, положение женщин. Нет отпускателей, девушек участвуют в производстве. Не надо ли себе. Не громко граждать, какая умерла замка. И границы не захватят. Что это неправильно. Потом была проблема. Потом про нее распустили слух, что она уже не девственница. Потом она, значит, пила уксус и обливала себя бензином и поджигала. Помню, с самого, где я работал, была у нас такая пора, Леонид Мамедова. Она, поступившим сигналу, что где-то, возможно, готовится к самопесне, такое самосвышение, выезжала. Она беседовала с этой девушкой из глухого мешлака, а она и говорила, что не надо. Не надо ничего с собой делать. Если у тебя здесь правят, мы тебе поможем. Мы тебе дадим путевку в жизнь. Ты переедешь в шарбат, мы тебя посетим в общежитие. Устроим в район нашу модельную фабрику и так далее. И твое окружение, но не последняя правительность у тебя защитима. Это делалось. И только ради одного этого, можно сказать, что существование комсомола было оправданно. Потому что, так сказать, многим людям это... Есть, конечно, книжка, достаточно о формализме комсомола Юрия Балякова, очень правильного масштаба. Но снятый по этой книжке фильм «Снежкина». Он изображает комсомол, что там поварятые пьяницы, развратники, пьяницы. Кошмар, Кошмар, Слава Гену, радиостанция «Сын». Любуюсь с тобой, я касаюсь солнца, Закладясь в салонные поля, И в первых словах на себя, Союза земля, где я выбираю статьи, как моя. И в первых словах на себя, Я ему говорю, слушайте, а где же первый секретарь вот этой самой Красной Бресткин, райкома консомола, Павел Гусин, первый секретарь Красноярсинского райкома консомола «Воё время». Такие фамилии могут говорят, о чём-нибудь Патланков, да, Супер, Миллиант, или Прохоров, да, они тоже были секретарями райкома, там, Норильский, Красноярский, Правильный, да-да-да, но это же... В Тереем, для нас, наверное, вырос, ребята, вывозгодные. Тогда он может гордаться? Тогда кто, а кто, конечно, ждёт этого секретарь? Хабаровский, Микроэль, Московский университет, бомбийфиничная пирогология, есть собой, эмири, ломану и сон, и быстро пройдёт себя в шипове, передовой, так далее. Мы в этом году возрел лучшую техническую патшембуцию, действительно очень много сделано. Друзья мои, вы боитесь, человека, и нас с вами, любого, делает обстоятельства. И Миша Кагаковский попал не в ту компанию, да? И таких много. Михаил Шерпой, культуру возглавляет. Дело в том, что сейчас нет учебного заведения, которое специально готовит богатые для работы с молодежью. Хотят ли русские войны? Спросите им тишины. Ночи им паши на поле и у берез от тополей. Спросите им те солдат, которые под березами лежат. И вам ответят их сыну. Хотят ли русские войны? От сыновей твоих до легких я привез тебе поклон. От прослава моего брата реки знали дихий дом. От Араса до Еврата я привез тебе поклон. И здесь вот сюда живой молодежь. Молодежь, молодежь, молодежь. Эту песню я не знаю. Не убьешь, не убьешь, не убьешь. Итак, дорогие друзья, мы сейчас хотим платить благодарность студентам Московского технологического колледжа Московского государственного университета пещеры происходят за активное участие в мероприятии, посвященное Дню Комсомолка. В нашей организации мы помогаем студентам из Туркменистана, которые попали в очень тяжелую ситуацию в этой пандемии. Я думаю, что ему больше 25 лет отшившего культурного центра Московского. Когда советские у нас появились, когда и образование культуры Московского в Узбекистане, и культура Московского в Узбекистане, боялись об этом. Я хотела вернуться к свойствам, которые были в фильме. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо большое организаторам за приглашение, потому что Комсомолк для меня сыграл большую роль в моей жизни. Я очень рада, что в Москве сегодня мы проводим такой прекрасный праздник. Я в столе и в Комсомолке тоже здесь была. Школа профсоюзов, она тоже нас воспитала. Да, я хочу дать еще слово. Кто из вас знает о декабрьском движении? Знаете, кто такие декабрьские? К нам вы можете прийти. И я хотела бы уточнить, что многие декабристы присутствовали в Сибири со своими убеждениями, но они там проявили самые свои лучшие качества. Они образовывали школы, они учили какие-то ребёнства, веселивые. И оставили себе уникальную память. Фианевская организация имени Реймина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok